Всем привет, дорогие друзья! С вами Шизор Баякин. Сегодня мы будем делать обновленное видео на новое видео Никиты Белга. Погнали! Торсо в ближайшее время, возможно, будет проявлять свою активность. И знаете, какое у него русское название? Расчленённый. Я где-то уже такое видел, но это было мистической версией Майнкрафта. Сегодня, ребятки, я покажу вам, что такое страх. Торсо — это мистическое существо, обитающее на Сиди 3 единицы. Самое забавное, что поначалу он был просто скином, но потом началась полнейшая херобринщина. В один прекрасный день, один из игроков просто повзаимствовал себе скин с одного из сайтов. Мальчик играл всегда один, но потом в его мире начал мелькать скин, похожий на его, но немного изменённый. На самом деле, Торсо — это жуткий моб, и появляется он при одном условии. Вы скачиваете тот самый скин, заменяете на него скин Стива, и, создав мир, 10 раз прописываете в чат его никнейм. А если красная кнопка подписки заменится на серую, то это значит, что я не зря старался для вас. Ну и лайки тоже не помешают. Погнали же поищем жуткого Торсо. Советую, кстати, на него подписаться, классный канал. Шикарнейший Майнкрафтовский океан, вы только посмотрите на этих рыбок, и это версия 1.13.1. Сегодня нас ждёт проверка довольно-таки интересного мифа. Я действительно не знаю, существует он, либо же это вынесел. Однако, выглядит всё правдоподобно. Меня интересует вот этот вот сит, а именно три единицы. И, конечно же, жуткое существо, которое, возможно, обитает в этом мире. Сейчас мы об этом узнаем, не будем сильно медлить, так что погнали. Буду снимать всякие свои мифы. О, шикарно. Появился я немножечко в другом месте. В тот раз я спалнился на горе. Я, конечно же, не первый раз проверяю этот миф. Так, что будет у нас интересного? И вообще, иногда здесь бонусный сундучок вообще не появляется. Хотя, скорее всего, это всё-таки типичный Майнкрафтовский баг. И здесь нет ничего мистического, либо же сверхъестественного. Такс, отлично. Давайте сразу поставлю себе лёгенькую сложность. К сожалению, в этот раз мирная сложность не прокатит. И теперь мне нужно прописать 10 раз его никнейм. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, десять. Ёлочка, гори! Всё. Я не буду пока что заглядывать в папку Майнкрафта, там, где хранятся, так сказать, скины. Меня интересует выживание, потому что всё-таки придётся сражаться с монстрами. Как бы я их не любил, однако иногда всё-таки приходится играть не на мирной сложности. И, насколько я понял, Торсо не будет на нас нападать. Он будет как-то за нами следить, изменять как-то ландшафт. Там, возможно, появятся какие-то странные текстуры. Возможно, вот деревня какая-то немножечко странноватая. Вы посмотрите на это строение. Как-то, не знаю. Хотя, возможно, я чего-то не понимаю, но выглядит странновато. Тынный, в нём камень, у самого прикольного. Самое интересное, то, что меня больше всего, конечно, напрягает, это неизвестность. Вау! Ребят, у меня начало происходить кое-что странное. Я пока добывал себе камень, у меня несколько раз запризился Майнкрафт. И вот сейчас он начал лагать. Вот просто вообще ни с тобой ни с сего. Машина по брему с компьютера. Просто внезапно начались какие-то странные фризы. Я серьёзно не знаю, с чем это связано. То есть, ну, никаких модов, ничего нет. Обычный ванильный Майнкрафт. И чтобы он у меня лагал, прям так жёстко, обычно это ни к чему ни к хорошему не приводит. Хопа, цветочек забрал, всё. Я, значит, просто выживаю. Я никого не ищу. И у нас уже скоро наступает ночь. Это говорит о том, что Торсо в ближайшее время, возможно, будет проявлять свою активность. Почему он так зовут Торсо? И знаете, какое у него русское название? Расчленённый. Вот, уже от самого названия, именно русского, становится немножечко не по себе. Я не могу, нет. Поэтому я сейчас в небольшом таком напряжении. Ну, ладненько. Вообще, ну, ладно. Возможно, вообще ничего не произойдёт. Сейчас лаги уже прекратились. Вот, в один момент как-то Майнкрафт слишком сильно начал лагать. Чё ж так много земли без травы? А потом лаги резко прекратились. И сейчас вроде бы всё нормально. Никаких фризов. ППС стабильный. Всё в порядке. Без понятия, ребят. Вообще без понятия, чё это было. Что это? А, ну, это, в принципе, Майнкрафт. О, это как? Это у нас... Это из Калюб... Я не знаю, как даже это назвать. Из Калюбар. Напишите в комментариях, как вы назовёте вот это вот. Произведение Майнкрафтовского искусства. Меня крайне заинтересовало вот это вот дерево. Такое ощущение, что его реально кто-то обрезал. Их фабр. Но у нас, хе-хе, вроде бы не поиски длинноногого. Да и, в принципе, я один в мире. Интеград сервер, так сказать. Одиночный. Ладненько, и тут ещё, вроде бы, где-то, да. Вот, виднеется деревня, поэтому давайте посмотрим, чё нам интересного сможет сейчас предоставить деревня жителей. Казалось, какая-то странная овца, но на самом деле она как-то залезла в дерево. В текстуру самого дерева, и поэтому показалось мне немножечко, что... Да, его увидели. Залезла в дерево. Погоди. В текстуру самого дерева, и поэтому... Показалось, что я его увидел. Вот он. Видимо, что да, это он. Показалось мне немножечко, что... Это вообще маленькая овца. Ладно, я уже в какие-то не те дебри начинаю, как всегда, залазить. Где мой шикарный домик? А, вот он. Отлично. Отлично, замечательно. Так, сундучок. Камень, как будто это... Понял. В принципе, это тоже неплохо, но... Ладно, окей. Допустим. Желко не кушают штани. Допустим, хорошо. Штанишки мне, в принципе, не помешают. Вдруг сменные понадобятся мне. Нет, сменные. Мало ли, кто его знает. Нет. Вот это вот дерево, ну, явно какое-то странное. Ну, согласитесь, ребят. Что-то с этим деревом не так. Либо это овцы, я трогу. Максимально какое-то оно странное. Либо это кто-то... Либо это кто-то... Либо это кто-то... Ладно. Так, это что у нас там? Наверное, это... Чанг непрогруженный или как его там? Скала непрогруженная, скорее всего. Может быть, кстати. Так, нет. Погодите. Это что еще такое? Не понял. Че за лаги? Ебать. Ебать. Ну, как-то, сейчас, он глючит, начинает. У меня, по-моему, тоже, кстати, так глючит. У меня в майн-карчик, конечно, оно у них... Подошел, и у меня прорисовали сети столбы. Во, вроде отпустило. Все равно какие-то опять начались микрофризы. Ладно, если на видео будет фризить, то не пугайтесь. У меня реально почему-то начало опять лагать Майнкрафт. Только я заговорил о том, что все в порядке, и опять начинается какая-то чертовщина. Что это такое? Они, по-моему, из Бэдовка. Одиночный мир. Эй, Майнкрафт, очнись. Что с тобой не так? У меня сейчас так мурашки похожи... Ой, господи, по коже нулячат. Просто максимально. Все бы ничего, если бы, допустим, я играл на сервере. Ой. Это вообще... Вообще даже не заметил. Но вот что. Как это понимать? Как это понимать, ребята? Что это? Столбы из Бэдовка. Как это? Почему это? Откуда взялись эти столбы? Я где-то уже такое видел, но это было... Я тоже. ...мистической версии Майнкрафта. О, там вообще полнейшая дискотехника. Дискотехника. Эта мистика постоянно начинает меня ломать компьютер. А, и тут еще какие-то деревья странные. Да, все-таки, наверное, то дерево не просто так там стояло обрезанное. Здесь тоже какие-то подозрительные деревья. Ладно, окей. Но это явно Бедрок. И мне это явно не нравится. Эти столбы до добра не доведут. Я вам серьезно, ребят... Опять тихо. Аккуратно. Либо это овцы, они идут. Либо я, наверное, ты кто-то... Не надо на меня нападать. Ладно, давайте подойдем сюда. Вот в этом моменте я... Что тут забыла магма? Овцы, они идут. Конечно, нормально все. Откуда столько скелетов? Их там штук 20 или миллиард, или сколько их там? Я вот слышал этот стук костей. И понял, что мне хана. 5 тысяч. Да, нормально. Генерация. Все в порядке. Это место тоже выглядит максимально жутко. Я вам серьезно. Это... Серьезно. Это красный факел? А, там еще и табличка какая-то. А, там еще и табличка. Ладно, давайте посмотрим, что написано на ней. Вообще очень мало. Надеюсь, там не написано что-то банальное. Привет, и давай поиграем. Я тебя убью. Я тебя уничтожу и так далее. Удиви меня. Торсо. Торсо. Удиви меня полностью. Я готов. Я готов удивляться. Испанское название. Запрыгни, пожалуйста. Да, это явно красный факел. Зомби, отвалите от меня. Абдата. Понял, принял. После записи сразу же пойду проверю папку. Возможно, ребята, все сработало, и я реально призвал Торсо, либо же как-то сделал так, чтобы он появился в этом мире. Я без понятия. Но это место максимально жуткое. Вот прям максимально. Исправда. Хорошо. Пойдемте дальше. У нас середина ночи, и, скорее всего, она уже будет скоро близиться к своему логическому завершению, так сказать. Таксо, дальше чуть-чуть с порядком. Ой, господи. Вроде. Ой. Чего? Не на... Встаньте. Чем так глючит? Сегодня я не хочу сражаться, поэтому я не люблю. Десять лет вот это... Сражаться с мобами меня не устраивает. Все-таки мы пытаемся найти мистику. О, господи, волк. Ты меня до усрачки напугал. Чё? Чё? Вот это я сейчас реально... С 20 тысяч лайков, и я скидываю вам скин того самого торсу. Кто знает, вдруг у вас получится его призвать. Ну и про подписочки с колокольчиком не забывайте. Я буду вам очень благодарен. Ну и до встречи в следующих выпусках Мистики Бандиты. Вы самые топовые зрители. Надеюсь, вам, ребят, понравилось всего нового ролика. Пока-пока.